Охрана здоровья прекрасной половины региона возложена на специалистов женской консультации центрально-клинической медсанчасти. Заведует в этих стенах Наталья Сургачева. Профессии женщина отдала 35 лет. Опыт подсказывает, как подобрать нужные слова в разговоре с девушками, не дать отчаяться в трудную минуту и расположить к себе. Результат налицо тысячи здоровых пациенток, которые успешно выносили и родили крепких малышей. Прошло много пациенток, многим пациенткам помогли, многим пациентам в настоящее время продолжают сейчас наблюдаться, приходить. Но уже приходит, так сказать, второе поколение. Те, которые родили девочек, девочки становятся мамами. И эта нить не прекращается до сих пор. Женская консультация – лишь одно из 40 подразделений ЦК МСЧ. За 80 лет в большую семью медсанчасти вошли почти 70 тысяч специалистов. Диагностируют, оперируют, консультируют. Специалисты разного профиля. Сердце каждого отделения. Я хирургию очень люблю. И в другом отделении я тебя просто не представляю. Я очень люблю лечить людей. И очень приятно, когда они уходят с улыбкой с нашего отделения, выздоравливают. Тяжелые случаи были. И лежали подолгу у нас. Приходилось их выхаживать очень тяжело. Но упорно и с трудом мы своего добивались. Общий юбилей для людей в белых халатах – случай подвести итоги. А поводов для гордости накопилось немало. Полностью выстроена система реабилитации. Открыто отделение палиативной медицинской помощи. Открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Совсем недавно лицензирована высокотехнологичная медицинская помощь по профилю урология. И это лишь капля в море открытий и достижений центральной клинической медицинской части. Дальше больше. Напутственные слова прозвучали от главы региона. Алексей Русских отметил высокий профессионализм специалистов, их преданность профессии и в обычной жизни, и в сложных для страны вехах, какой оказалась эпоха коронавируса. Это сопутствует достижению новых целей. И на следующий год руководство ЦК МСЧ ставит амбициозную задачу – объединить на одной площадке неврологическую службу и отделение кардиологического центра. Перспективные направления, перспективные идеи. Среди них и освоение высокотехнологичной медпомощью по профилю пульмонология. Это станет спасением для пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, для лечения которых недостаточно традиционных методов.